Привет, друзья! Сегодня передо мной стоит очень непростая задача. Смотрите, хороших телефонов на современном рынке очень и очень много. Это прекрасная ситуация для нас, для потребителей, потому что было такое довольно длительное время, когда ты идешь в магазин и понимаешь, что есть там телефон X, Y и Z и все остальное. Вот эти X, Y, Z можно как-то использовать, все остальное использовать, мягко говоря, неприятно. Сейчас ситуация строго противоположная. Ты заходишь в любой приличный магазин, да и даже не очень приличный, и ты видишь реально десятки аппаратов, которыми можно пользоваться, которыми ты хочешь пользоваться. И это такая сложная история, потому что ведь дело еще в том, что очень здорово вытянулись производственные циклы. Если раньше флагман производился год, потом его снимали с производства, и остатки быстро распродавались, его место занимали уже новые модели. Сейчас на прилавках можно встретить флагманы годичной давности, двухгодичной, иногда даже трехгодичной, потому что они до сих пор актуальны. Они до сих пор хорошие. И если их продавать чуть подешевле, люди будут их покупать, что, собственно, и делается. То есть я сам недавно, честно скажу, долго рыскал в поисках флагмана одного уважаемого производителя, двухлетней давности хотел купить. Меня уже прямо, знаете, уже прямо нашел, уже деньги протянул. И тут вспомнил, что надо перед этим продать телефонов 10, чтобы место на полке освободить, и тогда уже брать. Вот так до сих пор и распродаю. А почему передо мной сегодня стоит такая непростая задача? Смотрите, вот этот телефон, его зовут Vivo V9, он мне нравится. Он мне нравится, он хороший. У него есть ряд таких приятных достоинств, о которых я расскажу чуть ниже, но у него есть один недостаток, такой, знаете, вернее, недостаток, недостачащий, такой вот огромный, гигантский недостаток. И вот как его обходить, я не понимаю, поэтому расскажу вам все, как есть. Смотрите, значит, во-первых, начнем с того, что это официальный смартфон грядущего чемпионата мира по футболу. Я на этот чемпионат пойду, уже получил паспорт от болельщика, все как положено, но с этим телефоном или нет, не знаю. Может быть, с ним, кстати. Почему бы и нет. Телефон, вот его берешь в руки, ну, приятный, он такой, он, у него диагональ экрана 6,3 дюйма, и за счет того, что рамочки очень узенькие, он выглядит прям таким классным. Один большой такой экран, как в анекдоте детском про удава, коли куда хочешь, я одна большая вена. Вот это как раз такой один большой экран. Ну, этим не удивишь никого, но вот в недорогом относительно аппарате это все еще редкость. Экран очень классный, экран IPS, качественный IPS-матрица, разрешение 2280 на 1080, то есть, он, вот, ничего плохого про него сказать нельзя. Хочешь кино на нем смотри, хочешь фотки разглядывай, ну, главное, чтобы было желание. Внутри у него стоит процессор Qualcomm 626 на этих, на архитектуре А53, 8 ядер. То есть, в принципе, опять-таки, этого достаточно, вот, с учетом того, что разрешение не запредельное, все у него нормально, то есть, претензий к производительности у меня никаких нет. Камера двойная. Один модуль 16 мегапикселей, второй 5. Они в тандеме работают для того, чтобы снимать портреты. Селфи, он хреначи, даже 24 мегапикселя. То есть, там прям рожа получается со всеми прыщиками, со всеми морщинками, все как положено. Сейчас покажу, я тут уже наснимал несколько рож своих. То есть, получается рожа прям отлично, прям как настоящая. Ну, если вы не хотите демонстрировать всем желающим свои недостатки, можно включить режим красивого лица, и тогда будете молодой, красивый, прям очень хорош. Да, 24 мегапикселя. То есть, я помню, знаете, еще в компьютере вышел смартфон, когда в компьютере мы работали, вышел смартфон Samsung с камерой что-то 12 мегапикселей. И мы об этом новость аж на обложку поставили. И это казалось, ну, фантастика какая-то. А здесь вот 24 мегапикселя в обычном таком смартфончике. Давай, снимай, не хочу. Несмотря на то, что Vivo приехала к нам из Поднебесной, из, как говорится, материкового Китая, здесь внутри стоит Android 8.1. То есть, самый новый на данный момент с доступной широким массой. Он покрыт сверху такой оболочкой собственной, как положено, опять-таки, уважающихся китайцев. Но ничего плохого и хорошего о ней сказать не могу, потому что, ну, вот оболочка. Если Huawei-овская оболочка, которая примерно с той же логикой, она уже вот вышла на определенный такой уровень, когда она начинает либо нравиться, либо раздражать. Здесь она просто есть, опять-таки, ничего плохого не скажешь. 4 гига оперативки, что достаточно много для чипсета 626-го. 64 гига флэша своего. То есть, пиши не хочу плюс. И вот это вот прям вот классная история. Здесь мало того, что две симки, так еще и отдельный слот под карточку. То есть, можно вставить и две симки, и карточку. Это вот большое спасибо, уважаемый Vivo. Это большая редкость по нынешним временам. Даже во флагманских аппаратах, к сожалению, до сих пор делают гибриды. Ну, вот смотрите, я вам рассказал практически все, что хотел. То есть, это действительно... Вот если вот мне такой телефон дали, сказали, на, Сергей, пользуйся, я бы мог им пользоваться. А я парень привередливый, он нормальный. Хороший, удобный аппарат, большой достаточно. То есть, я и маленьких люблю, и больших, но больших все-таки как-то вроде. Читать с нее удобно. Кино, смотрите, все как положено. Аккумулятор здесь стоит достаточно емкий, что с учетом не очень такого употребляющего чипсета, его хватает надолго, то есть, на целый рабочий день. С утра до ночи все как положено. Но! И вот сейчас мы подходим к одному но. И, понимаете, я честно скажу, я не знаю, как вам объяснить, почему вот вы должны этот недостаток проигнорировать. То есть, этот смартфон стоит 24 тысячи рублей. Да, на 626-м чипсете, да, китайской марки, пусть и достаточно уважаемый официального спонсора чемпионата мира футбола, но за китайский телефон с такими характеристиками 24 тысячи – это откровенно много. То есть, я, в принципе, ну, сказал бы, что 20 тысяч – это еще вот туда-сюда. Да, 18 прям, ну, терпимо. Вот где-то вот в промежутке между 16 и 18 было прям вот идеально. Я бы сказал, да, ребята, классный телефон, берите. Но не 16, не 18, а 24. Дорого. Вот дорого. Ничего с этим не поделаешь, никак это не обойдешь, не проигнорируешь, не обманешь. То есть, это дорого. То есть, компания Vivo, она же, опа, она же OnePlus, они вот считают, что они до такого уровня доросли, что уже могут позволить себе брать подобную цену. Я со всем уважением. То есть, если компания так считает, ну, на, бери, давай. Но, к сожалению, как-то вот продажи показывают, что, ну, вот, не очень. Даже несмотря на то, что в продвижение вливается достаточный бюджет. Я вижу рекламу, наружку всякую. В салонах связи я вижу вот эти анонсы Vivo V9. Говорят, ну, вот, да, да, имеете право продавать за любую цену, за какую вы хотите, а мы имеем право покупать или не покупать. Я терпеть, опять-таки, не могу, когда обзор заканчивается. Ну, решайте сами. Вот это как раз тот случай. Решайте сами, ребята. Телефон нормальный, хороший, приятный телефон. Плохого о нем сказать ничего нельзя. Но 24 тысячи за него это прям вот, ну, кусается. Прям совсем кусается. Поэтому, ну, если вы вот такой фанат футбола и вам нравится, когда логотипчик какой-то. Вот жалко, кстати, на самом телефоне логотипа нет. Было бы очень уместно. Вот если бы он был, я бы сказал, ну, ребята, ну, понимаете, да, вот этот логотип, это же серьезно. Вы знаете, сколько стоит, как я там, сувенирка, какая-нибудь паршивая фигурка, забиваки. Знаете, сколько стоит вот такая маленькая? Вот, тот и оно. А если бы тут был забивак, а тут еще и логотип, ну, 24 тысячи разумная цена. А так, ну, вот, ну, да, 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 очень нужны деньги, я понимаю, да. Сочувствуй мне тоже, да. Ну, вот, да. Всего вам доброго.